Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Разумеется, как и всегда, предлагаю уделить несколько минут вашего драгоценнейшего времени, чтобы оценить тот фундамент, который сложился на финансовых рынках по итогам вчерашней торговой сессии. Начнем мы традиционно с того, что показывает бренд. Сегодня снова я взял в руки наш символичный баррель нефти, продолжаю качать, увеличивать предложение, поскольку кажется, что мой такой подход имеет место быть в плане влияния на ту динамику, которую мы наблюдаем по черному золоту. Ну и, разумеется, позитивно вдвойне, поскольку мы видим продолжение коррекционного тренда. Стараюсь я качать, добавляя на мировые рынки дополнительное предложение, тысячи десятки, тысячи баррелей, визуализирую и, соответственно, приближаю бренда своими усилиями. Ну, я надеюсь, что и уверен, многие из Басту делают ставку также до ослабления позиций черного золота, разделяют такую же позицию и тоже визуализируют. Ближайшая цель 45 долларов за баррель, учитывая, как лихо бренд может снижаться за одну торговую сессию, в частности, клоус вчерашнего дня 46-45, и сейчас актив снова торгуется с понижением. Я считаю то, что у нас есть все основания полагать, что бренд сможет добраться до нашей долгожданной цели, ближайшей, не окончательной, между прочим, может быть, уже на следующей неделе. Из макроэкономических событий, которые были бы, прежде всего, интересны трейдерам, которые специализируются на торговле нефтью, за вчерашнюю торговую сессию ничего не произошло. Но мы понимаем то, что если ничего не происходит, значит, мы продолжаем резонировать от прошлого фундамента, а здесь факторов, указывающих на то, что бренд уже давно должен был оказаться в числе аутсайдеров, очень много. Это и сильная американская валюта, это и Brexit, это и рост предложений со стороны ключевых производителей, это потенциальное снижение спроса, это очень слабые прогнозы по росту мировой экономики и отдельных регионов, которые, собственно, и генерировали основной спрос на энергосырье. Ну и, конечно же, мы обращаем внимание еще на один статистический еженедельно обновляемый показатель, как объем производства и количество платформ в Соединенных Штатах Америки по данным Baker Hudges. В частности, сегодня у нас день обещает быть интересным, поскольку мы будем замыкать торговую сессию после ряда важных, на мой взгляд, новостей, еще и релизом по рынку нефти. В частности, в 20.00 по московскому времени, собственно, так же, как и всегда, время уже устоялось, это обычное время публикации этого отчета. На текущий момент мы знаем то, что количество платформ уже выросло до 357, и при сохранении тенденции прошлых недель есть возможность дождаться прироста так же на 5-7, может быть, даже 10 количества этих нефтяных терминалов за прошлую неделю. Если это случится, тогда нефть сегодня под закрытием, может снова оказаться под серьезным давлением и, может быть, пробиться ниже поддержки 46 долларов за баррель. Я, между прочим, на это делаю ставку, потому что понимаю, что сейчас все больше трейдеров расплачиваются вокруг этого актива и стараются, соответственно, протащить его ниже. Вы помните, что буквально два дня назад, когда у нас была официальная статистика от Минэнерго США, то есть данные, которые указали, что запасы снизились, они повлияли на оптимистичный настрой, я предложил вам особо не поддаваться вот этому локальному позитивному порыву, потому что настроения весьма быстро меняются на финансовых рынках и по нефти. Мы это, собственно, увидели, как действительно реализацию наших предположений. Трейдеры поиграли от локальных минимумов, собственно, воспользуясь локальной поддержкой. И потом все равно ключевой прессинг был оказан со стороны медведей, которые продолжают тащить этот актив вниз к более оправданным и ценовым значениям. На локальный позитив не обращаем внимания. Давайте гнуть свою линию, придерживаться наших целей, наших ориентиров по этому торговому инструменту, потому что мы с вами знаем, что в ближайшее время бренд скатится в район 45 долларов за баррель. И было бы очень неплохо, если бы этот рубеж оказался всего лишь предварительным уровнем, может быть, легкой консолидацией, незначительной проторговки, перевалочным пунктом, прежде чем сходить еще ниже. Медвежьи взгляды по-прежнему сохраняют свою актуальность. Рубль против американцев 64.29. Сейчас актуальны котировки. И не смогла пара устоять в районе 63. Мы видим то, что пошла девальвация. Скорее всего, нервы сдали у российского рубля, поскольку он понимает, что, может быть, минимальные значения по нефти, они маячат вот где-то там, ниже 45 долларов за баррель по бренду. И осознание этого, конечно же, создает серьезную нагрузку на дефицитность показателей российского бюджета и просто заставляет сейчас Центральный банк России искусственно через скрытые, возможно, такие латентные меры воздействия манипулировать, точнее, это неправильное слово, корректировать курсы, разумеется, приспосабливая ситуацию на российском валютном рынке под нужды и благо всей экономики. Нужно пополнять бюджет за счет долларовой выручки от нефтегазового сектора. Для того, чтобы свести хоть как-то концы с концами, нужно, чтобы, как я отмечал вчера, стоимость баррелей нефти в рублевом эквиваленте превышала 3000 баррелей. 3000 рублей. Сейчас, конечно же, цена гораздо ниже. И единственная возможность – это корректировать курсы, создавать условия для распродажи. Возможно, как только трейдеры поймут то, что большая часть трейдеров, которые сейчас еще сомневаются в том, что пара USDRA пойдет снова на 70 и верит в крепость российской валюты, осознают тот факт, что рубль будет девальвироваться, тогда мы увидим дополнительное давление на российский валютный актив через повышенный спрос на иностранную валюту. Но я надеюсь, что это будет уже после того, как мы с вами окажемся в хорошем брофите, потому что я даже с текущих уровней по-прежнему продолжаю вас призывать к тому, чтобы вы проявили решительность, активность и проактивность, которая свойственна для многих регуляторов. Но в данном случае проактивность в субъективных целях, личностных интересах. Поспекулировали на возможность ослабления рубля, как через операции на рынке Форекс, так же, как и, собственно, через элементарные, обычные и известные, привычные всем физические покупки валют. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. Сейчас в котировке 1.10.25. В частности, важнейшим событием для финансового рынка вчера стало заседание Европейского Центрального Банка. То есть, буквально все трейдеры были прикованы к этому макроэкономическому фону, ждали публикации ставки и, разумеется, пресс-конференцию председателей ЦБ Марио Драги. Как мы с вами предполагали, ключевые параметры денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования и ставка по депозитам остались на прежних уровнях. Первое, соответственно, в районе нуля, то есть, нулевой уровень и нулевое значение. А что касается ставки по депозитам, так же на прежнем значении минус 0,4%. Я надеюсь, что все понимают, чем связан такой подход агрессивного стимулирования и с вводом отрицательных процентных ставок. Проясню ситуацию, то, что главный посыл, которого сейчас пытается добиться Центральный банк, это Европа отвадить коммерческие банки от того, чтобы они депонировали свободные средства на окорщитах ЦБ. И судя по тому, что эта мера сейчас активно применяется не только со стороны Европейского Центрального банка, она действительно работает. И расчет сделан на то, что коммерческие банки, просто осознавая тот факт, что если они захотят размещать свободные средства в Центральном банке, им придется платить за это 0,4%. Будут исходить из того, что делать это не нужно, поскольку лишено смысла и какой-либо целесообразности. И лучше эти свободные ресурсы отправить на национальный рынок кредитования, развить его и поддержать тем самым темпы кредитования и обеспечить экономику хоть каким-то импульсом для экономического роста. Я напомню вам также, что Европейский Центральный банк очень долго медлил с вводом отрицательных процентных ставок и окончательно сподвигло его на это решение. Та ловушка, в которую он сам попал. В 2012 году Европейский Центральный банк раздал больше 1 миллиарда евро коммерческим банкам. Как раз под нулевую процентную ставку, для того, чтобы те поддерживали рынок кредитования. Но коммерческие банки, понимая то, что получив ликвидность под нулевую процентную ставку, вернули их на счета Европейского Центрального банка, тогда, когда ставка там была в районе 0,1%. То есть это та сделка, которая позволила им получить прибыль на абсолютно подаренной и легко доступной ликвидности. Поэтому Европейский Центральный банк, пораскинув мозгами, решил, что больше подобного повторять нельзя и ввел отрицательные процентные ставки. Минус 0,4%, но это еще не предел. Чтобы вы понимали, есть куда расти и двигаться дальше, потому что даже на текущей ставке находятся коммерческие банки и, соответственно, потоки ликвидности, которые все равно размещаются под эту ставку. И, может быть, Европейскому Центральному банку было бы не лишним стать более агрессивным в этом плане. К примеру, как Национальному банку Швейцарии, который снизил процентную ставку по депозитам до минус 0,75%. И вот постоянно обещает, что если франк по-прежнему будет пользоваться спросом, они смогут опустить эту ставку до минус 1,5%. Поэтому еврозона может продолжить снижать ее. Кто-то говорит о том, что мы в перспективе года увидим и ставку и минус 0,7%, 0,8% или даже минус 1%. В любом случае, это серьезный экономический стимул, который относится к проявлению мягкой политики, соответственно, негативным для курса национальной валюты. Если разобраться с реакцией трейдеров на публикацию ставки, если вы следили за европейской валютой, а я думаю, что следили, поскольку такое событие ни в коем случае нельзя пропускать, реакция была нейтральной. Действительно, волатильность пунктов 10,15% после выхода ставок. Ну, уж точно этого нельзя сказать после того, как начал выступать Драги с пресс-конференции, когда волатильность резко возросла, и мы видели, как пара евро-доллар ушла сначала в район 1,10-1,60%, потом скорректировалась ниже поддержки 1,10. Драги, как и ожидалось, в целом дал понять, что экономическая политика будет оставаться мягкой, новый пакет экономических стимулов – это вопрос ближайшего времени. Если разбирать тезисно, как мы традиционно делаем в отношении каждой интересной конференции и каждого интересного выступления, Драги повторил точь-точь, что мы слышали буквально в ходе прошлой конференции. То, что ЕЦБ продолжает следить за экономической ситуацией, Брекзит повысил неопределенность на финансовых рынках, ЕЦБ будет действовать в рамках своего мандата, использовать все присутствующие и имеющиеся в арсенале инструменты монетарного стимулирования, и, если потребует ситуация, будет, соответственно, расширять эти стимулы. То есть, мы ориентировались на то, что нечто подобное будет, конечно же, анонсировано, и, поскольку, в принципе, наш осчет был уверен, мы понимаем то, что подобная позиция, она может быть сигналом того, что Европейский Центральный Банк вскоре все-таки осознает необходимость дополнительного снижения процентных ставок, либо расширения программы количественного смягчения. Между прочим, также есть слухи на рынке, что как раз программа QE может быть расширена на 100 миллиардов евро в месяц и может продлиться уже до марта 2017 года. Я считаю то, что такие предположения не лишены смысла. Вот спустя, если квартал 2 мы увидим, как еврозона и темпы экономического восстановления серьезно просели, ну, скажем, как было обещано и как прогнозировали, в том числе и драги, то есть экономика, если потеряет 0,4-0,5%, тогда вероятность этих стимулов вырастет до 100%. Самое главное, чтобы мы находились в правильном направлении, чтобы мы понимали, что произойдет с евро по факту анонса подобных стимулов и знали то, что евро будет оставаться в числе аутсайдеров. Поэтому я снова призываю вас к тому, чтобы средне-долгосочное, ваши взгляды и позиционирования на рынке Форекса в отношении пары евро-доллара ничуть не менялось, потому что уровень 1,10 падет уже в буквальном смысле в самое ближайшее время. И за этой отметкой будет следующая поддержка 1,08. Из отчетов сегодняшнего дня предлагаю обратить внимание на индекс делалактивности в производственном секторе еврозоны, но учитывая те негативные тенденции, которые сложились вообще в промышленности валютного блока, я считаю то, что сегодняшний отчет будет также плохим и, соответственно, может стать причиной дополнительного давления на позиции евро. Нельзя сказать то, что за последнюю неделю у нас было какое-то очевидное ралли, которое может быть завершено через закрытие ордеров перед выходными трейдеров и, соответственно, спровоцировать какую-то техническую обратную тягу. Нет, у нас за неделю евро, по сути, так и осталось на тех уровнях, с которых ее и начинал, поэтому я считаю то, что мы смело можем ставить на то, что евро сегодня будет негативить по факту выхода статистики и снова вернется к поддержке 1.10. Фунт против американцев. Вчера находился большую часть торговой сессии под давлением, но к концу дня смог выбиться в небольшой плюс. Но это символичный прирост, и даже тот бывший выпад, который мы видим на сегодняшней азиатской торговой сессии, вы также на него особо внимания не обращайте. В частности, хотя бы потому, что вчера вышли данные по потребительской активности, население по рунчным продажам. Я думаю, что вы последили за этим отчетом. Если нет, я рассказываю. Спад по итогам прошлого месяца минусом 0,9% против аналогичного роста, который мы наблюдали месяцем ранее, то есть до этого. Годовое выражение также просело. По сути, 4,3% с прошлого, 5,7%. Серьезный спад, учитывая такой растянутый эквивалент временной. Теперь делаем выводы. Рунчные продажи и в целом потребительская активность снизилась. Как следствие ухудшения экономических перспектив в экономике Англии, уже по факту принятого решения Англии покинуть состав Европейского интеграционного союза. Кто-то сейчас может питать, с одной стороны, немного оправданной, но, с другой стороны, абсолютно необоснованные, оптимистичные предположения о том, что последние отчеты по рынку труда показали, что уровень безработицы снизился до минимума с 2005 года, заработные платы продолжают динамично расти. И это действительно так. Но это было так до 23 июня. Теперь ситуация совершенно другая. Теперь весь прирост заработной платы, который до этого был существенно ниже инфляции, будет нейтрализован резкой девальвацией национальной валюты, которая, соответственно, провоцирует рост индекса потребительских цен. Рост индекса потребительских цен, показатель инфляции, разумеется, приводит к обесцениванию денег дополнительному и росту цен на основную категорию товаров, которые пользуются спросом у населения. Получается, что та девальвация, которую мы уже видели, почти 10% по фунту, она будет продолжаться, она будет влиять на разгон цен. А учитывая то, что параллельно англичанам стоит готовиться к снижению уровня жизни через сокращение заработных плат, может быть, даже рынок труда, не может быть, а 100% также останется под ударом. Получается, что в Англии вот сейчас как раз начинает развертываться точно такая же ситуация, которую мы наблюдали в России по факту резкого ослабления национального валютного актива, который шел и обесценивался вслед за слабеющей нефтью. Соответственно, в ближайшее время на потребительскую активность вообще не стоит делать ставку. Она будет только снижаться, отражая общую неопределенность и тот факт, что трейдеры будут, не трейдеры, а рядовое население, потребители будут откладывать товары, покупки и приобретение товаров длительного пользования, поскольку неясно, что будет дальше. Неясно, что будет с рынком труда. Неясно, что будет с индексацией заработных плат. И неясно, что будет с показателем инфляции. Ясно только одно, что будет хуже. Поэтому фунт, разумеется, будет оставаться под давлением ни единого фактора поддержки. Я надеюсь, что вы это понимаете. Сегодня эстафету фундаментальных отчетов, я надеюсь, негативных, перенимают индексы деловой активности в производственном секторе Англии, в сфере услуг. Особенную ставку мы традиционно делаем на сферу услуг, как основной катализатор для экономики. Но поскольку мы с вами уже говорим о резком сокращении потребительской активности, такая статистика и такие данные просто не могли не отразиться негативным образом на общем показателе, соответственно, и индексов деловой активности. Поэтому от сегодняшних релизов, которые выйдут в 11.30 через час 45 по московскому времени, я жду дополнительного давления на британца. И надеюсь, что фунт закроет сегодняшнюю торговую сессию с очень неплохим снижением. Дальше идем. Доллар японская иена. Вот здесь новостной фонд также практически не меняется. Хотя мы увидели то, что трейдеры после того, как пытались пробить 107.5, все-таки быки там не устояли. Медведи тоже взяли свое, скорректировали пару. И сейчас он торгуется на отметке 105.80. Ключевая причина, по которой аппетит к доллару и вообще интерес к этому активу снизился, это абсолютно нормальное желание трейдеров зафиксировать результат тех сделок, которые были открыты в расчете на возможность ралли, которая в итоге и состоялась. Потому что буквально за неделю мы увидели подъем на 500 пунктов. Это круто. Это очень много. Это солидный профит, который нужно фиксировать. И тем более лучше бы закрыть, не перенося эти сделки через выходные. Поэтому традиционный эффект пятницы по паре USD и иена, даже он начался еще в четверг, сработал. Мы увидели ту самую коррекцию, которую носят в основном технические подтексты. Фундаментально, ничуть не изменилась картина. Доллар остается красавцем. Доллар отыгрывает сильные макроэкономические данные. Вчера в августе заявки на пособие по безработице. По факту сейчас точно скажу 253 тысячи заявок против прошлого 254. То есть еще лучше статистика, чем недели ранее. И в целом это 72-я неделя подряд, когда индикатор держится ниже 300 тысяч. И, соответственно, сигнализирует о том, что рынок труда продолжает восстанавливаться. И готовит нас к, возможно, тому, что ФРС в декабре все-таки отварится на повышение процентной ставки. Ну и другой фон – это оппонент доллара японской валюты, которая по-прежнему сейчас предвкушает заседание Банка Японии, которое состоится на следующей неделе, 29 июля. Мы подведем итоги, хотя заранее я, разумеется, на брифингах вас подготовлю к этому событию. Но я думаю, что мы можем услышать как раз то, что хотим. Скорее всего, пакет стимулов будет расширен. Может быть, снова снизит процентную ставку. И японской иеной тогда придется серьезно отступать. И после этого мы, разумеется, только соберемся с еще большей уверенностью в том, что USD-йена пойдет уже не на сопротивление, там 108. USD-йена пойдет на тестирование отметки 110, соответственно, против доллара. В общем, ждем развития макроэкономической ситуации, ждем дальнейших отчетов. И не отказываемся от того, что USD-йена средне-толгосрочно будет и дальше расти. И еще сегодня хотел отметить пару USD-кат, потому что сегодня у нас данные по инфляции. В частности, актуальные котировки на текущий момент составляют 1.3106. Вы видите, как мы с вами предполагали, пара идет в район 1.32. Я хочу поздравить уже тех, кто находится в этой сделке и с хорошим профитом. Еще не предел, потому что сегодня в 15.30 выйдут данные по инфляции. Уверен, индикатор снизится. И как только мы увидим цифру, которая будет ниже прошлого месяца, это станет еще одним сигналом в пользу того, чтобы Банк Англии, точнее Банк Канады, снизил процентную ставку уже по итогам следующего заседания. То есть в июле, точнее в августе, то есть в следующем месяце. И ожидания этого будет достаточно, чтобы как раз разогнать пару, может быть, по факту выхода даже этого отчета до отметки 1.32. Вот там как раз и должен находиться сейчас наш целевой профитный ориентир. Из важных отчетов сегодняшнего дня. Индексы по Англии, как я отметил, в 11.30, в 15.30 инфляция в Канаде. И в 20.00 Бейкер Хаджес. Отчет по количеству нефтяных платформ в Соединенных Штатах Америки. Ждем прироста. В целом картину и новостной фонд разобрали. Я напоминаю то, что подробно еще по всем отчетам мы пробежимся с вами в ходе вебинара «Правильный понедельник», который состоится в 16.30 по московскому времени, в понедельник. До этого я хочу предложить вам снова очередной бонус на пополнение. Чтобы воспользоваться им, нужно знать кодовое слово. Кодовое слово на сегодня – это корреляция. Приурочим его как раз к тому факту, что эта самая корреляция между рублем и нефтью наконец-таки стала снова прослеживаться. На этом, собственно, все. Большое спасибо вам за внимание. Не забывайте заходить на наш официальный канал на YouTube, подписываться на него, оставлять ваши комментарии, ну и, конечно же, лайки. Со своей стороны хочу пожелать вам удачной сегодняшней торговой сессии, хорошего закрытия недели, прекрасных выходных, на которых обязательно нужно собраться силами, потому что в понедельник мы с вами снова возвращаемся в бой. На следующей неделе отчетов будет очень много. И, в частности, по ФРСу нас ожидают очередной пересмотр процентной ставки. Посмотрим, что из этого выйдет. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok